Смотрите далее в «Гражданской обороне». Амбициозные планы террористов ДНР или Захарченко больше не наливать? На самом деле нужно брать даже не Берлин, это нужно его пройти, взять Британию всю вот таковую. Пародия на государство. Как в ДНР фейковые паспорта футболистам раздавали. Служу до них народная республика. Угрозами СИОБСЕ, поставки вооружения из РФ и очередные обстрелы. Пытались препятствовать работе МИСИОБСЕ, более того, требовали продукты питания. Смотрите прямо сейчас в «Гражданской обороне». Возможно, скоро надписи на российских автомобилях на Берлин заменят новым лозунгом. На Лондон. И все это с легкой руки террористов СИЯ ДНР Захарченко. Я сейчас не говорю «Киев». На самом деле нужно брать даже не Берлин, это нужно его пройти, взять Британию всю вот таковую. Вот зло всей нашей российской, всей нашей судьбы российской, это сидит, это англосаксы. Своими планами боевик поделился с кремлевским придворным писателем в программе «В гостях» у Захара Прилепина. Бурную фантазию в этот раз решил не сдерживать. Если мы его возьмем, ну, по всем там нашим предсказаниям наступит золотой век России. Мы вернем под контроль ту территорию, которую потеряла Российская империя, плюс заберем свою, которую должны были получить еще начиная с Крымской войны. Как именно генералиссимус собрался брать Великобританию, Захарченко оставил в тайне. Это смешно в силу того, что Захарченко, кроме того, как крышевать рынки и воровать гум-конвои, его больше ничего не интересует. А вот эти заявления, то есть это попытка вот как-то отделиться и быть выше чуть-чуть, вот нежели местные вот эти банды, которыми он руководит. Впрочем, соратники боевика на террористической Ниве инициативу не одобрили. Если мозгов нет, то это навсегда. Легендарный пи***рол генерала Наградной Республики. Боевик Ольхон на своей странице в социальной сети. Саша решил брать Британию. Да это идиотизм, как и все, что глаголится из сказочной «ряженый олень». Евгений Тинянский, боевик ДНР на своей странице в соцсети. Кое-кто после заявления Захарченко даже заговорил о приближающейся войне между ДНР и ЛНР. Скоро можно услышать, что луги мешают процветанию ДНР, и это упоголовое существо начнет брать луганцы. Сказочный идиот. Игорь Безлер, террорист на странице в социальной сети. То, что между псевдореспубликами ЛНР и ДНР теплых отношений все меньше, многие заметили давно. Единая Новороссия, конечно, хорошо, но своя рубашка ближе к телу. Когда ходит до практика именно раздела имущества, контроля за финансовыми потоками, о единстве мгновенно забывает. Достаточно сказать, что на данный момент, кроме таможенных постов, стоят еще и санитарные посты между двумя так званами самопровозглашенными республиками. Обе террористические структуры борются за внимание Кремля. Чем больше внимания, тем больше денег. Чем больше ты прислуживаешь, тем больше ресурсов ты получаешь. Что топливо, что военная техника, что гумкомвой, это все деньги. Пока боевики плетут интриги за самый жирный кусок российской подачки, предприятия Донбасса продолжают медленно умирать. На минувшей неделе на Харцисском канатном заводе «Силур» резко обострилась ситуация. Весь персонал завода на полгода отправлен в бесплатный отпуск. Как вам сказать, больно. То, что сейчас многих людей отправили. Считаем, мы сидим дома без содержания. Градообразующее предприятие «Сталипроволочный канатный завод «Силур» давал работу нескольким тысячам жителей Харциска. В ДНР, конечно же, всю вину возлагают на одесского собственника завода. Собственники не приезжают, не приезжают уже два года, полностью отстранились. У собственника есть свой завод в Одессе, и ему там интереснее. А то, что из-за оккупантов ни сырье закупить, ни продукцию сбыть, по местному ТВ, конечно, не расскажут. Полгода назад распропаганда пела дифирамбы цветущей промышленности оккупированного Донбасса. Ну, а тем временем в ДНР восстанавливают производство. Так, сейчас на полную мощность работает комбинат «Донцемент», на котором производятся практически все марки этого стройматериала. И пока «Донцемент» якобы восстанавливали, соседний Амросиевский цементный завод резали на металлолом. Сегодня о том, что работников промцемента выгнали в бесплатные отпуска, а на предприятии орудуют мародеры, пишут сами террористы. Амросиевский цементный завод отжали мародеры из Минздоха. И вместо того, чтобы запустить, бросились распродавать складские остатки, выметать цемент со всех щелей, угробили печи, на запуск которых в прошлом году еле хватило средств. Заработали три копейки, а на ремонт печей теперь нужны миллионы. Персонал городообразующего предприятия отправили в бесплатные отпуска до весны. Такое ощущение, что мародеры хотят создать там голод и безработицу. Анатолий Гелюх, боевик ДНР на своей странице в Фейсбук. Развитие экономики абсолютно не волнует. Это касается не только Амросиевского цементного завода, но и угледобивающей промышленности, когда в Углегорске закрываются шахты. То есть людей интересуют так называемые короткие деньги. То, что можно украсть сейчас. Таким образом, ДНР еще раз показала свое экономическое чудо. А очередная порция предприятий Донбасса приказала долго жить. От безнадеги и прозябания местная пропаганда отвлекает людей патриотичными новостями. Еще один иностранец, на этот раз из Нигерии, стал гражданином Донецкой Народной Республики. Нигериец Самуэль Агонго Перес с таким же успехом мог стать гражданином сказочной Нарнии. Однако незнание языка явно спасает футболиста от понимания абсурдной действительности. Теперь Перес без проблем может выезжать на различные соревнования в дружественные страны. Теперь Абхазия, Северная Осетия, ну и все, пожалуй, распахнут свои объятия футболисту. На этом список дружественных стран исчерпывается. Мизерный размер пенсии и зарплат жителей ДНР и ЛНР по задумке пропагандистов, видимо, должны компенсировать гигантские размеры Красного Знамени в Луганске. У вас в руках всенародная плащаница, масштабная копия Знамени Победы. Вторая мировая война на оккупированных территориях Донбасса никак не закончится. Повод гордиться Великой Победой и вспоминать фашистов там находят едва ли не каждый день. Очередная акция и очередная промывка мозгов. Мы приехали поучиться у вас тому, насколько вы крепки, стойки, защищая русский мир. Про того, которого любила, про того, что ты соберегла. 6 декабря, пока Украина отмечала День Вооруженных сил, ДНР праздновали День Георгиевской ленточки. И снова не обошлось без гигантомании. Вдоль улицы Артема была развернута гигантская Георгиевская лента. Ее длина превышает 200 метров. Круглосуточное форматирование мозгов жителям оккупированных территорий свое дело сделало. Эти ленты с наших ветеранов на Западной Украине срывали, поэтому для нас это больно. В День Вооруженных сил они специально назначили, как по мне, позорный праздник Георгиевской ленточки, которая стала символом убийств, которая стала символом терроризма. Пока одни обрабатывают идеологически на предмет любви к русскому миру донецкую молодежь, другие не прекращают обстрелы украинских позиций. За последние сутки 70 обстрелов было зафиксировано, это уже традиционно мариупольское направление. Террористы продолжают обстрелы по всей линии фронта. Авдеевка, Широкино, Троицкая, Новознановка. Обстреливают также Толоковку, Марьинку и Водяное. Несмотря на все усилия по прекращению огня, отведению вооружения, хотя бы в тех трех оговоренных точках, именно стороной ЛНР и ДНР нарушается режим перемирия огня, режим, скажем, отведения вооружения. И более того, на Узском просматривается тенденция увеличения эскалации. По информации волонтеров Международного разведывательного сообщества «Информ Напалм», в одном из районов Новоазовска базируется около 10 единиц 122-мм САУ-2С1 «Гвоздика», а также около 15 единиц тентованной автомобильной техники. Ну, к сожалению, вы знаете, техника не единая, отведена на 25 километров. То же самое мы можем говорить и о Попасненском направлении, где первом Мамачке сосредоточено и ствольное артиллерие, и, соответственно, система реактивного залпа «Огниоград». 8 декабря из запрещенной крупнокалиберной артиллерии боевики обстреляли населенный пункт «Водяное». Причем было выпущено 40 мин. В одночас у «Водяному» ворох застосовал сброение на бронетехнике. Обнаруженное украинской аэроразведкой российское вооружение находится как раз на расстоянии 17-20 километров от «Водяного». Вполне вероятно, что огонь по «Водяному» велся именно оттуда, сообщает «Информ Напалм». Самоходная гаубица-2С1 «Гвоздика». Пооружение калибра 122 миллиметра. На снимке выявлено 4 единицы. Русский мир продолжает снабжать пророссийских боевиков техникой. С России прибыла червова партия подкрепления для оккупантов, зокрема на станцию «Ясенуата» привезли 4 танки. А вот с продовольственным снабжением не все так гладко. Некоторые батальоны террористов сегодня на грани голода. Такую информацию дают официальные украинские источники. Украинская розвитка поведомляет, что окрім боевых втрат в цьому підрозділі противника є серйозні проблеми з постачанням продовольства, води та дров. Пытались препятствовать работе миссии АБСЕ, более того, требовали продукта питания. Это опять-таки говорит о том, что Россия урезала фактически в половину содержание армий самопровозглашенных республик. Кремль сегодня больше сосредоточен на переговорах с Америкой, с Западной Европой. И очень часто боевиков оставляют без тех благ, которые они им дарили раньше. Боевики практически ежедневно применяют запрещенное Минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение, выполняя задачу не дать затянуться ранее на теле Украины.